Всем привет! Это программа «Хоккейный вечер». Мы продолжаем с вами ходить по дивизионам. Ну и, наконец-таки, добрались мы сегодня до четвертого. Хотя, может быть, по значимости он не совсем и четвертый. С другой стороны, наверное, один из самых слабых дивизионов вообще в данный момент в Национальной Хоккейной Лиге – это Тихоокеанский дивизион. Здесь прям вот все предельно, ну, почти ясно. Полдивизиона в перестройке, половина дивизиона хочет выиграть Кубок Стэнли. И, в общем-то, есть для этого даже предпосылки. Ну и, кстати, одна команда уже как раз-таки и выиграла, да, «Вегас Голден Айтс» не так давно взял и выиграл Кубок Стэнли. Так что, в принципе, Тихоокеанский дивизион, насколько бы мы его слабым не считали, но оттуда выходят последние два года финалисты и победители Кубка Стэнли. Да, можно вспомнить команду «Вегас», можно вспомнить команду «Эдмонтон Уэллерс». Так что, ребята, не такой-то он уж и слабый, этот Тихоокеанский дивизион. В общем, поехали. Ну что, всем привет. А мне кажется, самый слабый дивизион на данный момент точно, потому что хоть в Калифорнии взошло солнце по имени Маклин Селебрини, но давайте будем честными, что при той россыпи талантливой молодежи Сан-Хосе Шаркс у этой команды будут очень большие проблемы в предстоящем сезоне. И давай прям с нее и начнем. 19 побед, 2-2 шайбы, самый худший показатель, новый тренер, 87-го года рождения. Расскажи, кто это? Я не знаю, на самом деле для меня вообще загадка. Если команда Сан-Хосе Шаркс и собиралась идти, ну, что-то менять, да, они говорили, что мы будем меняться, мы будем, вот мы сейчас там набрали несколько достаточно хороших игроков, мы там подписали, да, там можно посмотреть, собственно говоря, что вот пришло несколько опытных игроков. Парни, у вас тренер совсем неопытный. Я понимаю, что когда-то надо начинать учиться, когда-то надо становиться тренером. И, в принципе, с одной стороны, для команды Сан-Хосе Шаркс вот этот Райан Варсовский, в принципе, он очень даже подходит на эту роль. То есть, когда команда Сан-Хосе Шаркс вырастет, они поменяют тренера и пойдут дальше. Вот это все, что можно сказать. Все остальное, ребята, Сан-Хосе – это место с 6 по 8, я имею в виду, если брать Тихоокеанский дивизион, а может быть, даже не с 6, а может быть, даже с 7 по 8. Мне кажется, это 8 место. 19 побед в прошлый сезон, я думаю, сильно ничего не изменится. Сильно ничего не изменится, может быть, не 19 этих побед будет, может быть, их будет 20, условно. Я думаю, что 16-15, потому что набрали, подписали много молодежи. Я пока, в принципе, не очень понимаю, как будет Варсовский руководить Зеттерлундом или тем же Грандлундом или вообще Тафоле, которого он старше на пару лет всего. И насколько вот это вообще дисбаланс в команде, потому что очень много молодых игроков и очень мало опытных игроков таких кубковых. Для них важно, да ничего им не делать, для них важно вообще просто играть и получать от хоккея удовольствие. Вот сейчас первый сезон, это будет так, да, я имею в виду первый сезон с Серебрини. Парни, идите, забрасывайте шайбы, придумывайте там что-нибудь впереди, делайте, в общем, это красиво. Все. И 8 место вам обеспечено. И вполне себе возможно, вы даже сможете еще побороться за первый драфт-пик, например, в следующем сезоне. А я думаю, что примерно так и будет. Короче, на мой взгляд, Сан-Хосе это команда, которая входит в пятерку, войдет точнее, не входит, хотя и они и входят. В общем, войдут они в пятерку самых худших команд по итогам сезона 24-25. Слушай, тогда будем честны, это тройка. Ну, правда. Ну, может быть и тройка. В общем, ты прогнозируешь Сан-Хосе. Каламбус, Филадельфия, Сан-Хосе. Кто еще у нас может так там выстрелить, да, я имею в виду, выстрелить, ну, в себе в ногу выстрелить, так, наверное, нельзя сказать. Но, тем не менее, в общем, да, это одна из команд, которая не будет претендовать на выход в зону плей-офф. Это 100%. Ну, тут вопрос еще, что у них вратарь Ярослав Аскаров. Большой вот вопрос, что, как он себя проявит, потому что из Нэшвилла он ушел, ну, не со скандалом, но шлейф остался, и вратарь АХЛ на стартовую позицию. Ну, вот для него, пожалуйста, для него, пожалуйста, сейчас момент, выходи и доказывай. Вот, собственно говоря, на этом, мне кажется, стоит разговор про Сан-Хосе даже закончить. Ну, потому что сказать про них, вот, на мой взгляд, больше вообще нечего. Ну, вот реально, Сан-Хосе – это команда, которая будет бороться за то, чтобы не занять 32-е место в Национальной хоккейной лиге. Что еще можно сказать об этой команде? Вопрос есть один. Маклин, Селебрини, первый номер драфта, все говорят о том, что главный претендент на колдер. Хотя для меня он вообще даже, ну, наверное, и в тройку, наверное, не пойдет. Как можно в таком составе, да, с таким подбором партнеров претендовать на то, что ты будешь, там, в топе новичков, когда есть хоккеисты просто, которые будут рядом с тобой более сильные партнеры. И за счет просто этого ты можешь просто выбить больше очков, это математика просто. А вот и посмотрим, что будет делать Селебрини, что будет делать команда Сан-Хосе-Шаркс. Претендентом будет на колдер-трофе, а получится или нет, да, вопрос достаточно сложный. С другой стороны, ну, а кто еще? Там есть единственный такой мощный, серьезный конкурент – это Станковин из команды «Даллас». Вот это реально будет один из главных претендентов. Это даже не Матвей Мечков. Мы про Матвея Мечкова, правда, уже говорили, да, и с Сергеем Федотовым в том числе. Но я думаю, это будет Станковин. Вот это будет главный претендент на колдер-трофе. Ну, опять же, это мое мнение. Слушай, ну, в том же самом Сан-Хосе есть и другие игроки, которые тоже будут в первом сезоне, и которые могут этот колдер-трофе-то и взять. Посмотрим. Посмотрим. Все это будет направлено на Селебрини. В общем, я предлагаю отдать Сан-Хосе восьмое место в Тихоокеанском дивизионе. Не задерживаться и не зацикливаться, и вообще не говорить про эту команду. Потому что... А что про них говорить? Больше про них сказать нечего. Матчи с Сан-Хосе мы не показываем. Ну, почему? Например, какой-нибудь Сан-Хосе-Анахайм. В общем, дерби. Калифорнийское практически. Можно и показать. Вот смотри, Тихоокеанский дивизион вообще разделился на две части. Это Вегас, Ванкувер и Эдмонтон. Это вот те команды, которые будут претендовать не просто там выйти в плей-офф, а это команды, которые попытаются добраться до финала. У них все для этого есть. Как у Ванкувера, так и у Вегаса и у Эдмонтона. Вот это три команды, которые здесь стоят особняком. Четвертое, Лос-Анджелес. Ну, до Лос-Анджелеса мы дойдем. Мне есть что сказать по этой команде. Дальше идет Калгари, Анахайм, Сан-Хосе. И вот здесь еще где-то барахтается Сиэтл. Вот Сиэтл, знаешь как, они как бы и к этой тройке не примыкают, но и вроде как и к аутсайдерам их нельзя отнести. Поэтому, на мой взгляд, Сиэтл, он где-то с Лос-Анджелесом вот посередине застрял. Вот когда дойдем до них, поговорим. А сейчас предлагаю идти дальше еще к одному аутсайдеру, Анахайму. Не зря я в их кофте. Но мы, кстати, напоминаем, что по ссылке в описании можно перейти в нашу группу ВКонтакте и в Телеграм-канал, где мы транслируем матчи национальной хоккейной лиги. Пишем много интересных новостей, поэтому переходите, подписывайтесь. Мы всем будем рады и всех ждем. Что, поговорим про Анахайм? Планируем показать вам 90 матчей. Планируем, что у нас будет 4-5 программ про вот такие аналитические, хоккейные. Они абсолютно будут непохожие друг на друга. Они все будут абсолютно разные. Они будут с разными ведущими. То есть это мы идем дальше. Помните, был такой НХЛ-ТВ? Ну вот теперь, по сути, мы вместо НХЛ-ТВ. Все то же самое. Даже некоторые ведущие остались оттуда же. Просто мы будем стремиться делать это лучше. Поехали дальше. Анахайм. Не зря я в их кофте сегодня. Да, одна из самых для меня, наверное... Зегроса? Ну не Зегроса, больше, наверное, в целом того, как команда идет по перестройке. Но Зегрос, кстати, очень неоднозначная фигура. И мы об этом писали, и мы об этом еще будем говорить. Но здесь что интересно, что они еле дотягивают до пола. Ниже только калам. Ну, понятное дело. И, в принципе, перед НХЛ-ТВ будет стоять такая сейчас задача, когда они будут переподписывать всех своих молодых игроков, которые выйдут из контрактов новичков. И вот тогда у них вполне себе вот этот потолок будет потихонечку подниматься. С другой стороны, может быть, Анахайм немножечко, как это сказать, правильнее, да, так, застопорился. Но вот остановился он. Прошлый сезон, казалось, вот некий взлет Анахайма, а начали-то они же неплохо. И момент-то был, когда у них вроде все пошло-пошло. Потом, правда, и травмы у них пошли. А потом они вообще поняли, что да нафига нам играть. Может быть, сейчас Селебрини нам еще выпадет. Возьмем себе его. Не получилось взять Селебрини. Я думаю, Анахайм не расстроился. Но теперь для Анахайма, кстати, очень важная задача. Посмотреть, что будет с Тревором Зегросом. Как раз таки. Я объясню, почему. Вот сейчас есть момент, есть вариант, когда за Зегросом много не дадут. Да, вроде за него можно много попросить. Но, с другой стороны, слушайте, скажут, парни, да он у вас ломался. Он у вас как-то не очень особо последний год провел. Ну, там и травмы были, да. Он слишком много увлечен и идет, да, в индивидуальной игры. Это проблема. Но, если сейчас Зегрос себя проявит, и наконец-таки станет одним из лидеров Анахайма, и вот тут тогда Вербику, генеральному менеджеру, надо задуматься. Слушайте, а что нам дальше с ним делать? Переподписывать его, да, там сейчас у него контракт «Мостик». Они все-таки договорились именно до этого. Или попытаться его обменять, получив достаточно хорошие активы за Зегроса. Вот это будет очень интересный вопрос. Хотя я думаю, что настолько, насколько Анахайм пытается сохранить Зегроса у себя, хотя слухи там ходили, менять его, не менять его, и уже чуть ли не в Монреале его поменяли, да. В общем, на мой взгляд, вот это будет сейчас одной из главных задач. Что в этом сезоне вообще покажет вся команда? Что в этом сезоне сделает Кронин, главный тренер Анахайма? И сможет ли Анахайм вообще подняться повыше? И показать, что эта команда уже не только для того, чтобы набирать очки, а и для того, чтобы решать какие-то задачи повыше. Но, честно говоря, не верю. Не верю, потому что... Потому что, в принципе, вот прошлый сезон это показал, что команда абсолютно сырая. И даже несмотря на то, что у тебя есть опытные игроки, такие как Килларн, там Гудас, да, все равно этого недостаточно. Ну, ватрана. А молодежь нестабильная. Ну, слушай, Зегрос вообще вообще не идет пути лайна. Если честно, очень похожая история. Заигрался. Заигрался немного, только заигрался в лакросс-голы, а не в приставку. Но, не знаю, опять же, видишь, Монреаль, и что-то как-то Монреаль собирает не тех, кого надо. По лакросс-голам, честно, я с тобой согласен. Потому что вот это вот... Вот эти все лакросс-голы, вот это вот все сделать красиво, и как про него начали даже в первый сезон писать, ребята, это хоккей будущего. Да ни хрена это никакой не хоккей не будущего. Если ты вот помимо этого больше ничего не делаешь, да, в плане того, что ты не забрасываешь шайбы, не набираешь очки, ты не работаешь на команду, а работаешь только на вот эти вот тиктоки, ролики для тиктоков, да, то, в принципе, да нафига ты вообще тогда нужен? Ну, это дает медийные очки, но не дает ничего больше другого. Именно. Зачем? А на хайму что важнее? Очки в медиапространстве собирать, там, лайки, или набирать очки в турнирной таблице и показывать что-то другое? Можно, конечно, попробовать совмещать, но в плей-офф тебе не дадут так делать. Ну, правда, до плей-офф надо сначала дойти. В плей-офф тебе просто голову снесут, и все. И на этом все закончится. Все лакросы. Да, но если говорить честно, про Анахайм команда одна, наверное, из самых перспективных. По набору талантов молодых, я думаю, что они покруче, на самом деле, Сан-Хосе. Мой там явный фаворит это Бекет Сенеки, которого выбрали на драфте очень высоко, он сам этому удивился. Мы обязательно приложим и покажем, если вы не видели это видео, это потрясающая такая реакция. Это разлетелось на мемы. И, кстати, вот за счет этого Анахайм-то медийные очки свои получил, а не за счет лакросс-гола Тревора. Но, честно говоря, я думаю, что мы можем пойти дальше. Здесь еще, наверное, можно рассказать про вратаря, потому что Гибсон уже достаточно возрастной, и у него все время это перипетия с Дэвилс обменяют, не обменяют, в итоге не обменяли. Но сменщик-то у него сильный. И на самом деле и по вратарской линии, и по линии атаки, и в обороне есть Минтиков, который это будет, скорее всего, наверное, лицо франшизы, и это топ-защитник растет, то у Анахайма очень большие перспективы. Но, действительно, сезон для Зегроса важный, как и для всей команды. Но вот пока это, наверное, ну, мое место. Вполне себе возможно, при определенном варианте, вполне такое может произойти, при определенном варианте Гибсона обменяют, но ближе к дедлайну. Вполне такой, я не исключаю вариант, что Гибсон будет обменен именно ближе к дедлайну, потому что там команды уже будут прикидывать и понимать, что у них во вратарской линии, кто туда будет попадать, кто туда не будет попадать. Поэтому я думаю, что Гибсона, наверное, обменяют. Посмотрим. В какую команду он может уйти? В команду, которая выйдет в плей-офф, ты думаешь, под это будут менять? А почему нет? Почему нет? Я думаю, что варианты есть. То есть на роль сильного бэкапа? Вполне себе возможно. Пойдет в какой-нибудь Вегас, они опять снова в список травмированных кого-нибудь засунут, получат Гибсона и потом выберут. Тут надо разобраться, кому он пригодится. Это я согласен 100%. С другой стороны, на мой взгляд, только лишь то, что время Гибсона где-то уже прошло. Сейчас команда уже достаточно, так скажем, плохо выглядела и не попадала в плей-офф. Это тоже могло и на Гибсоне сказаться. В общем, реально, посмотрим. Мне кажется, шансы у Гибсона обменяться точно будут. И я думаю, варианты какие-то будут. Обменяет или нет, готов ли сам Гибсон? Он говорил, что вроде готов. Потом его агент опровергал слова, что он уже и не готов. В общем, здесь надо только лишь подождать и посмотреть, что из этого получится. Ну что, пойдем дальше. Поговорим, наверное, для меня эта команда-загадка. Новая франшиза, относительно новая. Темная лошадка. Темная лошадка, да, или темный кракен. Выпускайте кракена, потому что действительно непонятно, что с командой будет в этом сезоне, в предстоящем. Очень шатко. Вообще в целом по сезонам идет. И вот здесь вопрос в том, что вроде бы ощущение, что как команда начнет, так и пойдет. Начнет хорошо, попадут в плей-офф. Начнет плохо, шансов будет очень мало. То есть такое положение ни шатко, ни валко. В какую сторону качнется, в такую сторону, как будто команду и поведет. Что расскажешь? Потому что... Ну, во-первых, смотри, прошлый сезон Биннерс провалил, а он его провалил. Потому что, если вспомнить, как Мэти Биннерс начинал играть в Сьедле, это было здорово. Здорово. Но прошлый сезон провалил. С Шейном Райтом ситуация, так она до сих пор и непонятна. И готов ли вообще Шейн Райт наконец-таки как-то о себе заявить? И получится ли у него? И здесь вопрос только именно в этом. Если посмотреть по составу, то, в принципе, команда должна бороться за плей-офф. Ну, мне кажется, команда вообще должна выходить в плей-офф с таким составом. Плюс... Плузновато. Я объясню, почему. Смотри, какая интересная ситуация. Сильный центральный дивизион. Раз. Из центрального дивизиона даже запросто вполне себе могут претендовать на выход даже пять команд. Так может получиться, что из центрального дивизиона на выход в плей-офф будут претендовать пять команд. Соответственно, здесь у тебя в Тихоокеанском остается три места. И Ванкувер, и Вегас, и Оилерс по составу они намного сбалансированнее. У них есть свои проблемы. У любой из этих команд абсолютно есть свои проблемы. Кстати, я вот сейчас так подумал. Мы, конечно, дойдем до этой темы. И понятно, что в один дивизион обычно не обменивают. Но мы не знаем, насколько сможет играть хорошо Тетчер Демко со своим травмированным коленом. И вот тут, кстати, вариант для Ванкувера. Гибсон. Это в какой-то степени может быть себе и вариант, и выход. Но опять же, это будет больше видно к дедлайну. И после того, как Демко вообще вернется на площадку. Потому что уже и врачи сказали, да, и мы говорили про это, что проблема с коленом. И теперь Тетчеру Демко придется привыкать играть с этим травмированным коленом. Ладно, до Ванкувера мы доберемся. Не забывай, что там еще Шилов, который тоже травмирован. Вот. Мы до этой команды сейчас доберемся. Давай по поводу Сиэтла. Я думаю, это борьба за попадание в плей-офф, но пробиться будет очень тяжело. И в первую очередь конкурент Сиэтла это команда Лос-Анджелес Кингс. Вот в первую очередь это Лос-Анджелес. Потому что Калгари, на мой взгляд, в этом году не претендент на попадание в плей-офф. Калгари будет сейчас меняться. Калгари сейчас в небольшой перестройке. И у Калгари сейчас вполне себе Маккензи у Игор покинет команду. То есть здесь вопросов много. Про Сиэтл ну, пожалуй, наверное, все. Мне даже больше добавить нечего. Я добавлю, наверное, про Сиэтл то, что у них есть хороший вратарь, который способен играть по 50 матчей за сезон. Способен. Но смотри, он крайне нестабилен. И он это в прошлом сезоне доказал. Он выдал предыдущий сезон шикарный Филипп Грубауэр. Он выдал шикарный плей-офф. А следующий сезон, вспомни, провал. Ну, я как раз говорю и не только про Грубауэр. Если у него через сезон, то, в принципе, в вратарской линии, если она будет играть, ну, знаешь как, сезон, как яблоки. Сезон урожай хорошо. Не урожай, ну, ладно, парни, ждем. Не выросли у нас в этом году яблоки. Подождем, что у нас будет в следующем сезоне, да? Слушай, ну, про Грубауэра понятно. У них же есть еще и Декард, который как раз-таки, вот он может быть стать одним из тех факторов положительных, который может качнуться в сторону того, что команда сможет зайти в голову. А может и не качнуться. Может и не качнуться. Вот понимаешь, может и не качнуться. И я больше даже уверен в какой-то степени, что все-таки Грубауэр это основной вратарь. Ну, учитывая его Пока что. травматичность и нестабильность. Ну, это тоже, да. И важный фактор того, что у Декарда у него контрактный год. Контрактный год, творит чудеса, мы это видели. Поэтому это, наверное, тот X-фактор, который может помочь команде затащить в плей-офф ее. Вполне. Вполне себе возможно. Идем дальше. Да, давай поговорим про Калгари. Это, наверное, середняк. И середняк, который именно и в дивизионе середняк, и в лиге середняк. И вообще-то что-то ждать от них в этом году очень сложно. Они... Маркстрим ушел. Все. У них есть перспективный Вулф, но для основы пока кажется он еще сыроват. Там Володар еще в общем-то. Ну, тоже не самая убедительная, честно, позиция. Ну, в общем, скажем так, вратарская линия Калгари, она... Оставляет желательно. Она вообще не самая сильная, да? Давай так уж откровенно говорить. Да что там откровенно? На мой взгляд, одна из самых нестабильных и слабых линий будет у Калгари Флеймс. Вопрос. Сможет ли, например, когда-нибудь заиграть Джонатан Юбердо? Вот это одно из самых интересных. Так как он играл во Флориде. Но во Флориде, правда, у него, скажем так, и партнеры были несколько другие, да? Поэтому Юбердо, насколько он плюнул уже, ему надоела его карьера, и, может быть, ему ее пора закончить, это раз. А если нет, то он там все монреаль же хотел обменяться. Ему и хочется вот в эту франкофонскую команду попасть. Пусть попробует. Пусть попробует, но то, что Юбердо говорил перед началом прошлого сезона, да я готов, да я сейчас все, я плюнул на то, что со мной произошло, я буду бороться, но мне кажется, не будет и не получится. И дело в том, что вот эти 10,5 миллионов, это для Калгари просто, ну вот сейчас трэш. Это просто, я бы даже сказал, это не просто трэш, а это катастрофа. А с учетом того, что там еще Маккензи, Уигары у них есть, но правда он сыграл на хорошем своем уровне, он правда еще и хотел бы, Калгари же его пытался обменять, пока не получилось. Это еще и Кадри, с ним тоже история непонятная, он ему вроде как в Калгари нравится, но с другой стороны, а нужно ли это сейчас в команде Калгари Флеймс? Вопрос в том, вот смотри, убери Кадри, убери Юбердо, ты уже освобождаешь больше 15 миллионов долларов, ты можешь такую классную себе пытаться выстроить команду, но вопрос, а получится ли? тут вопрос еще в том, что что Юбердо, что Кадри, для меня сравнимо с историей с Миннесотой, у которых только выкуплено на 14 миллионов, а здесь у них это висит в платежке. Выкупить сейчас, мне кажется, это будет вообще катастрофа. Здесь вопрос, если они выкупят, это вообще ужас будет, но здесь проблема еще в том, что у Миннесоты это висит, для меня ситуация с Калгари, она сравнима с историей с Миннесотой, потому что у них тоже вроде бы игроки есть, но их как бы и нету, и проблема в том, что и Юбердо, и Кадри, это очень токсичные ребята, и вот Юбердо с Лайны в Монреале, это, конечно, еще то шоу будет, я вообще не представляю, мне кажется, он не понимает, что такое Монреаль, проигранный матч реагирует плохо, или негативно, там люди на льду негативно реагируют на любую ошибку, играть под таким давлением, это, если ты играешь в Калгари, а тебя ничего не ждут. У Калгари только один вариант, пытаться обменять Юбердо, и при этом часть контракта оставлять у себя, ну, в любом случае, и доплатить еще надо, сверху, но других вариантов у Калгари просто реально нет, по-другому оставить, то есть избавиться от Юбердо, ну, вот никак не получится. Вот сейчас, это знаешь, это вот же вариант такой с первым Люком Дюбуа, который уже сменил кучу команд, и при этом, вот сейчас еще получил один шанс в Вашингтоне, я думаю, последний для него. Просто уже дальше, если вдруг Пьеру Люку Дюбуа не понравится и в Вашингтоне, то куда еще может пойти, он уже везде был, он был в Виннипеге, в Лос-Анджелесе. Он может поехать в Россию, энергетический шар. Вот, вот, Роман Борисович и скауты команды СКА, присмотритесь к... Пьеру Люку Дюбуа. И можно еще даже к Донатану Юбердо. И тогда... Ну, слушай, а тогда сколько там придется отказываться людям от контрактов-то? Слушай, там уже весь СКА отказался практически от контрактов. Кто там у них? Только Роман Борисович сам может сказать, я тоже отказываюсь от части своего контракта, но в потолок не входит. В потолок не входит. Вот проблема. Но энергетический шар получит Дюбуа или нет? Энергетический пинок, если только получит Дюбуа, а вот получит ли Юбердо энергетический пинок и сможет ли он вот заиграть, вопрос вот этого сезона, это прямо для Калгари будет вопрос номер один. Сможет ли Юбердо хотя бы быть отчасти похожим на того Юбердо, которого мы видели во Флориде? Это уже третий сезон Юбердо будет в Калгари. Я не знаю, что он должен сделать, чтобы заиграть. Ну, просто я не понимаю. Ну, то есть, насколько он должен... Так что должен сделать? Вспомнить, что он хоккеист и получает 10,5 миллионов. Так вот это мне не видно. Понимаешь, все как-то готовятся. Я смотрю там на Кроссбина Макдейда, который сезон закончился, и люди уже там через две недели тренируются. Уважаемый Джонатан Юбердо, если вы нас слышите, вам все равно стыдно, мне кажется, получать вот эти 10,5 миллионов. Не могли бы вы нашему проекту выделить там не надо даже миллиона, хотя бы 500, не долларов. 500 тысяч. Представляете, какой мы на эти деньги сделаем проект? Подумайте, Юбердо. Мы будем вас хвалить. Мы вам поможем. И мы будем вас хвалить и устроим вас... Ладно, Невска. Хрен с ним. Давай. Ну, как? Вакбарс можно попробовать. Там тоже с платежкой проблемы. Так там еще есть бонусы. Там они еще не придумали вот это. То есть, у них еще вот эта схема обхода контрактов не было. То есть там... Не придумали? Нет. Роман Борисович уже дорожку проложил. Вот она уже, тропинка-то есть. Сейчас, я думаю, в следующем сезоне... Так, что-то свалились на КХЛ, ну ладно. Я думаю, в следующем сезоне пару-троечку команд примкнут вот к этому клану СКА и скажут, давайте отказываться все от контрактной суммы вот этой. Давайте уходить в бонусную часть. Раз мы заговорили про КХЛ, пишите в комментарии, хотите ли вы увидеть программу про континентальную хоккейную лигу. Те же люди, те же эксперты. Пишите в наш телеграм-канал, пишите нам в ВК, пишите здесь в комментариях в Ютубе. Если мы увидим, что это действительно вам интересно, мы ее запустим. Хотите ли вы вообще говорить про КХЛ? Да нет, лига-то хорошая, но люди в ней, люди в ней. Здесь главное не план, а люди. Да, но если мы увидим, мы задумаемся и сделаем специально, не часто, но возможно раз в месяц такая программа здесь будет. Все зависит от вас, пишите, подписывайтесь на наши соцсети, все ссылки в комментарии и если хотите программу про континентальную хоккейную лигу, обязательно об этом нам напишите. Даже спонсоры есть, парни, даже есть спонсоры, главное ваше желание, мы только подстраиваемся под вас. Ладно. Заканчивая про Калгари, есть два еще хоккеиста, про которых хочется поговорить. Кузьменко и Шарангович. Слушай, ну Шарангович, мне кажется, вписался в Калгари прям вообще идеально. Да он и в Ниджерси классно играл. Не-не, я согласен, Там даже не с Линди Рафом, там немножко проблема вообще была и в том числе она возникнет чуть позже с потолком зарплаты. Она возникнет. Понятно. Поэтому история с Шаранговичем, но он должен был, наверное, играть как Джек Хьюз. Вот на одном уровне. Вот тогда Шаранговича бы точно оставили. Он в Калгари стал Джеком Хьюзом практически, таким наполовину. На минималках. Да, вот про Кузьменко не зря ходят слухи, то, что Кузьменко хотят обменять. То, что Кузьменко хотят обменять и то, что ему сейчас дадут шанс в Калгари и посмотрят, как он себя проявит. И после этого где-то по ходу сезона вполне себе будут принимать решение по поводу обмена Андрея Кузьменко. Если ты видишь Кузьменко, если не в Калгари, в каком клубе ты бы увидел Кузьменко и мог бы сказать, что вот здесь он подходит. Мы не берем сейчас команды... Да в Сан-Хосе. Да в Анахайме. У них там денег сейчас полно. Каламбус. Вот, кстати, Каламбус. Реально, посмотри, ведь Каламбус-то заявлял, слушайте, у нас не хватает, у нас недобор. Вот, Каламбус, только, тут вариант, вопрос-то в том, а что отдаст Каламбус с Калгари за Кузьменко? Вот, то есть, не что, а кого они могут отдать? Ну, для Калгари плюс... только два мешка шайбы и три клюшки. Для Калгари плюс освобождают платежку. Не, Калгари освобождают... А что, Каламбус отдал? Каламбус? Им отдать нечего. Ну, кого они могут отдать? Драфт пики, но я бы на их месте так не делал. Если, ну, я про это и говорю, то есть, у них вариантов-то нет. Ну, есть еще возможности, как есть обмены, кстати, это уже было, и такой обмен проворачивали на какие-то будущие истории, плюшки. Потому что, ну, на будущие клюшки. На будущие клюшки, да. То есть, ты не веришь в Кузьменко в Калгари? Да не то, что не верю, а Кузьменко очень сильно зависимый игрок. Он не всегда может сам себе создать момент. Ему надо, чтобы этот момент для него кто-то создавал. А вот он будет завершать. Но это не всегда работает. Ну, посмотрим. Вот у Токета в Ванкувере это совсем не работало. Слушай, у Токета, мы про Ванкувер еще поговорим, но у Токета в Ванкувере работало все, кроме смотрибельности игры. Слушай, и Токет сказал, что в этом сезоне все будет по-другому. Мы подумали, мы посмотрели, мы увеличим командную скорость. Главное, чтобы мимо ворот не пролетали. Про командную скорость мы можем опять вернуться к КХЛ, но говоря о Ванкувере, забегая чуть вперед, мы об этом обязательно поговорим, но прошлогодние матчи Ванкувера, это, если брать аналоги КХЛ, это прошлогодние матчи ЦСКА против Локомотива, Федоров, Никитин, это вот то же самое. 2-1 заряжаешь, тотал меньше 5,5, 2-1, все, погнали, можно даже не смотреть. Ты знаешь, главное, если... Ванкувер, вот честно, я вот с кем, да, общался, и с ведущими, и с экспертами, и с нашими ведущими, и для меня, в принципе, да слушайте, да по барабану, как они будут играть. Если твоя команда выиграет кубок Стэнли, кубок Гагарина, займет там первое место где-нибудь в футбольной какой-нибудь лиге, да это и есть самое главное. Про то, как играли эти команды, забудут уже через месяц. А то, что у тебя кубок Стэнли, будут помнить всю жизнь, потому что ты вписываешь свое имя в историю. А как ты играл в финале, ты там бежал, побеждал, там забрасывал 8 шайб, но твоя команда проиграла, ты останешься в любом случае кем? Неудачником. Давайте честно. Ты будешь неудачником. И вот сейчас про Макдэвида так и говорят. Ну то, что говорят про Макдэвида, что он неудачник, я вообще в целом, мы публиковали у нас в Телеграм-канале историю о том, что Амазон Прайм выпустит новый видос, это шестисерийный там будет сериал, в котором Макдэвид мы увидели вообще с другой стороны абсолютно. Вот я его таким не видел. Мы видели все вот эти классные истории, где он мотивирует, но это срыв или это попытка завести команду? Это попытка, он капитан. Он капитан, он должен так делать. Не сорвался он, нет? Не устал? Не устал вот от этого? Он в шаге, он остановился вообще в одном шаге. Вот. Он устал от того, что он остановился в очередной раз в одном шаге. Слушай, мы вернемся к этому. Он устал, что его команда не выходит в финал каждый год. Он от этого устал. Давай сейчас проговорим про Вегас, а потом ты... Нет, давай про Лос-Анджелес. Про Лос-Анджелес. Я почему хочу про Лос-Анджелес? Потому что я объясню, по какой причине. Вот Лос-Анджелес это команда, которая, на мой взгляд, вот где-то что-то упустила. Я объясню сейчас, почему. Пару лет назад Лос-Анджелес считался одной из самых перспективных команд по... В том числе и новичкам. То есть у них... Не новичкам, я имею в виду проспектам. У них была одна из самых лучших команд именно по молодым игрокам. По будущему. И Лос-Анджелес, вот знаешь как, помнишь, сезон, когда они в очередной раз попали на Эдмонтон, проиграли, но там они проиграли, дошли до седьмого матча, там, да, то есть... А в этом году они даже и не бились. Так вот, тот год, он считался, мне кажется, для них, они немножко переоценили себя. То есть они попали в плей-офф раньше времени, от них этого не ждали. Но другие сыграли еще хуже, и Кингс туда попали. В принципе, это нормально. И тогда все сказали, слушайте, ну вот эта команда, она очень перспективная. А там было достаточно большое количество проспектов и новых игроков, да, там в том числе вот и Афала, которого в итоге обменяли там опять-таки. И что-то у Кингс сломалось. Вот в этом механизме, а ведь если посмотреть, она реально, команда была очень перспективная. Вот сейчас из этой перспективной команды Лос-Анджелес оказался в командах-середняках. Вот они, знаешь как, они могут попасть в плей-офф, но очень запросто, что они туда и не попадут. И главное, если они не попадут в плей-офф, никто не удивится и скажет, о, не попали. А нужен ли им сейчас плей-офф? Вот сейчас. А нужен. Что им это даст? По одной причине. У тебя в команде остались Дрю Даути, у тебя в команде остался Копитар, им надо. Им надо. Проблема в том, что Даути уже, еще сезон не начался, Даути уже сломался. Уже сломался, да. И вот это проблема. Я согласен. И для Лос-Анджелеса это будет еще одна большая достаточно проблема. Вот они сейчас избавились от Пьера Люка Дюбуа. Я считаю, Блейк провернул просто аферу века, да, ну вот, по крайней мере, аферу года он провернул. Он поменял, он сумел обменять Пьера Люка Дюбуа. Вот это реально работа генменеджера. Он сделал большое дело. Ну, у Лос-Анджелеса еще проблема с вратарской линией. Вратарская линия, да. К сожалению, они упустили, они свое упустили, да. Это очень будет для них. Причем, самое интересное, у них три вратаря и всем больше 30. Да, мы знаем, что для вратаря возраст не так важен, но неважно. Это сейчас это большая проблема для них. Да, 8% от платежки занимает 34 года Кемперу и там Ритиху и еще третьему вратарю им по 32 года. но очень возрастная команда. Вот они сейчас предписали Байфилда и парень начал наконец-то раскрываться и он начал показывать игру, которую от него ждали, но очень такое есть ощущение, что кажется, этот Даллас уже закончился. Ой, Лос-Анджелес. Лос-Анджелес, я же испугался. Да, действительно, оговорился, Даллас не закончился, а вот Лос-Анджелес, почему-то я просто вспомнил игры Ванкувера и Далласа и мне опять стало грустно. Лучше бы ты вспомнил игры Ванкувера и Нэшвилла. Вот где была грусть. Там была тоска и печаль. Одни почему-то одни ладно не могли, а другие почему-то тоже не могли. Я сейчас про Нэшвилл. Хотя, казалось бы, парни, Ванкувер вам отдал все, идите это и забирайте у них. Они сказали нет, отдадим, оставим Ванкувер. А вот когда будем говорить про Ванкувер, у меня есть определенные мысли, что это команда, которая относится к клубам типа Торонто, которые хороши в регулярке, но под плей-офф у них какие-то очень большие проблемы. Под плей-офф у них был докет. Посмотрим. Сейчас дойдем до Ванкувера. Вот смотри, мы пять команд назвали, которые Сан-Хосе, Анахайм и Калгари я считаю, что они вообще даже и рядом с плей-офф их не будет. Это вот три команды. Сиэтл и Лос-Анджелес они в принципе при определенном раскладе где-то будут рядом с плей-офф и вот сейчас остается три команды, которые там знаешь, как говорят, должны железобетонно оказаться. Ну потому что большую часть игр Ванкуверу, Вегасу, Эдмонтону надо будет играть против Сан-Хосе, Анахайма, Калгари, того же Лос-Анджелеса и Сиэтла. Ну я имею ввиду, если ты смотришь. И вот здесь как раз-таки не то, что там это их шанс, понятное дело, им все равно, кто там будет перед ними, но тем не менее Тихоокеанский дивизион, мы с тобой приходим к мнению, что это сейчас один из слабых, это не один из, а это самый слабый дивизион на данный момент в Национальной Хоккейной Лиге. Тихоокеанский дивизион это самый, это самое слабое звено. Я думаю, что Бэтмен, очнись, что Кракен и Кингс, они будут между собой вот как раз бороться за вот эту историю в плей-оффе. Очень много будет все зависеть от центрального дивизиона, будут выходить оттуда ли пять команд, или четыре. Вот здесь хочу с тобой как раз поговорить о том, что вот Wild Card, насколько это вот сейчас, вот мы смотрим, у тебя из дивизиона пять команд, если мы говорим. Вообще фигня полнейшая. Вот честно я сразу говорю, на мой взгляд, это вот та фигня, которую зачем-то придумал Бэтмен, для чего это придумали. И дальше у меня еще есть сразу вопрос, но это опять, эта тема очень большая для другой передачи, мы ее затронем, я просто выскажу свое мнение так коротко. Ребята, вот если у вас сейчас уже тридцать две команды, вы сейчас добавите там, хотите добавить тридцать третью, но для того, чтобы уравнять конференции, вы добавите еще же тридцать четвертую. То есть у вас, по сути, в каждом дивизионе будет по семнадцать команд. Вдумайтесь, по семнадцать команд в каждой конференции. Девять из них, вот на данный момент, будут не попадать в плей-офф. Это катастрофа. Для болельщика это вообще неинтересно, когда твоя команда не попадает в плей-офф. Значит, вам придется все-таки переходить на эту историю, как была в ковидный год, плей-ин. Когда у вас не шестнадцать команд, а, допустим, условно, хотя бы двадцать выйдут. Пусть двадцать выйдут. Вот в этот плей-ин даже поиграют. Потому что, если у вас, представляете, у вас тридцать четыре команды, и из них только шестнадцать попадают в плей-офф, а восемнадцать пролетают мимо. Представляете, у вас больше половины команд лиги, они не будут попадать в плей-офф. А нафига такая лига нужна? А зачем такая лига? Ну, болельщикам это в первую очередь неинтересно. Почему американский футбол, они в свое время, они поняли эту историю. И они сделали немножечко по-другому. Да, свою лигу. Они уравняли, во-первых, шансы всех команд. Это первое. Они несколько все равно подравняли лигу. и при этом у тебя получается, что в принципе у тебя любая команда вообще может выйти в финал. Вот для болельщика это главное. Энхел вроде как собирается идти этим путем. Они же заявляли, что им нужен финал разный каждый год. То есть у тебя в финале должны играть каждый год разные команды. Но только пока так не получается, к сожалению. Ну, потому что есть система с потолком. Абсолютно. Есть перестройка. Но она работает. Потолок зарплаты в том-то и дело. Он в Энхел работает. И мне кажется, в данный момент он даже в Энхел где-то чуть-чуть стал в ущерб командам работать. Ну, кстати, NBA же тоже пошли по этому пути. Потому что у тебя звездных игроков много. И в каждой команде есть практически звездный игрок. Но дело в том, что чтобы сделать вокруг этого игрока звездного команду, тебе отчасти не хватает иногда финансов. Ну, ты упираешься в потолок. Поэтому здесь, ну, будем смотреть, опять же. Все-таки это не другая лига, где у тебя можно уйти просто в бонусы, наплевать на все, выкинуть регламент всего и идти совершенно каким-то непонятным путем. нет решала с потолком зарплат. Но мы знаем, где такие ребята есть. Но вот ты так хорошо начал говорить про звезд, что мне хочется поговорить на самом деле не про Вегас, а про Эдмонтон. Потому что есть ощущение, что если Эдмонтон не возьмет кубок в этом сезоне, то все. потому что контракт Драйзайтля и потом еще контракт Макберина. Я ехал на программу и поймал себя на мысли, что если сейчас Уэйлерс не возьмут кубок Стэнли, вот сезон 25, то ближайшие года 3-4 забудьте вообще про него. Объясню, почему. Во-первых, уже Леон Драйзайтель подписал новый контракт, который вступает в силу с сезона 25-26. Там подойдет Конор Макдэвид, там у тебя будет уже собственно говоря и Бушар, Эйвен Бушар, которому надо будет переподписывать контракт. И сейчас уже по слухам контракт Бушара планируется в районе 11 миллионов долларов. 14 Драйзайтель, 11 Бушар, это 25. Прибавьте сюда Дарнелла Нерса 9, 250. Это парень легенда. Чтобы подписать такой контракт, это надо быть просто реально Дарнеллом Нерсом. Вот честное слово. И его агентом. Вот это реально. А еще надо быть бестолковым генеральным менеджером. И сверху еще накинуть 15 Макдэвиду. И плюс 15, вот давайте, 25, плюс 9, 34, и 15 Макдэвиду, да? 49. 50 миллионов у вас в платежке занимают 4 игрока. Все, это не просто кубок Стэнли, до свидания. Это короли регулярки. Вот реально, это короли регулярки, и все. А дальше вылет, по сути, чуть ли не в первом раунде. А у вас еще Стюарт Скиннер будет на переподписании контракта вратарь Эдмонтона. Вот и все. И можно эту лавочку закрывать. То есть разговор про Эдмонтон Оиллерс мы можем на этом заканчивать. Ну, по сути. Я же пошутил, конечно. Многие, кстати, и мне тоже задавали, я на гостевых читал очень много болельщиков Оиллерс по поводу Холлоуэя и Филиппа Броберга. На мой взгляд, главные потери здесь, даже я бы не сказал, что это главная потеря. Это потеря. Это неприятно. Это Холлоуэй. Филипп Броберг, ну, вот пусть Сент-Луис с ним идет на контракте почти 5 миллионов долларов на два года. И я посмотрю. И я посмотрю, что из этого получится. На мой взгляд, это большая переплата. Филипп Броберг сыграл только лишь несколько матчей хорошо в плей-офф. В регулярке он не играл, в регулярке его не поднимали практически, он там периодически появлялся, но это фигня. Это ерунда, то, что он там поднимался. Дайте ему провести, вот сейчас у него будет в Сент-Луисе, на мой взгляд, полноценный сезон. И вот тогда мы увидим, настолько ли хорош Филипп Броберг. И тогда можно об этом будет поговорить. Но давать человеку заведомо, там условно, под 5 миллионов долларов контракт, когда ты сыграл в регулярке, то есть в плей-офф больше, чем в регулярке, ну, это так себе решение. Я, с одной стороны, не соглашусь. Что касается Дилан Холлоуэй, на мой взгляд, с одной стороны, где-то потеря, с другой стороны, он не доказал, что он игрок первого-второго звена. Вот он не доказал, что он топ-6. Он реально не доказал, что он топ-6. Топ-9, да, но топ-6 нет. А Оилерс нужен топ-6 игрок. Именно в топ-6 звено, в первую очередь, к Леону Драйзайтлю. И был момент, когда Холлоуэй просто реально должен был забрасывать шайбу в финальной серии. И вполне себе возможно, этого где-то как раз не хватило. А это были первые матчи. Когда Холлоуэй мог сравнять счет, он не попадает из простейшей ситуации, просто в ворота не сумел переправить. Окажись там МакДэвид или Драйзайтлю. Ну, понятное дело, сейчас сравнивать Драйзайтлю и МакДэвида ни с кем нельзя. Потому что это топ-уровень. Но Холлоуэй, который брался именно, чтобы помогать и завершать, он это выполнил только отчасти. Все, что было у Холлоуэя, это командная скорость. Но этого мало. Он, правда, и получил контракт не очень большой, там 2 миллиона, да, там с небольшим. Но этого всего мало для того, чтобы остаться и доказать, что ты нужен этой команде. поэтому для Оилерс будет в этом сезоне главный сезон, главный момент. Вот здесь и сейчас мы идем за кубком Стэнли. Это девиз команды Эдмонтон Оилерс. По сезону. Все. У них других вариантов нет. Потому что потом, да, там потолок зарплаты обещают прибавить, но его только обещают прибавить. И даже если его прибавят, это ничего не будет значить. Но тут еще вопрос в том, что как раз прибавить, обещать и прибавить разные вещи, у вас с Нерс все равно останется висеть, как и висит сейчас. Да? Я не знаю, кто... А там еще штраф висит за выкуп контракта Джека Кэмпбелла вратаря. Правда, там небольшие деньги. Ну, неважно. И сейчас это никак не сказывается, но он есть. Этот штраф будет. То есть, да, это небольшие деньги. Нерса вы не сбагрите никуда. Нерса, ну, ты будешь выкупать, ты получишь за него приличный штраф у тебя останется. Нерс, там где-то получается, там тоже свои есть нюансы, но там еще у тебя добавятся не вот эти, конечно, 9 миллионов там при выкупе контракта, но там где-то порядка 3 миллионов добавляется. Я как-нибудь отдельно мы вот эту программу сделаем, где расскажем вам в зависимости, да, вот чем контракт Панарина там отличается от контрактов, там, я не знаю, условно других игроков, да, то, что Панарин свои деньги получает, как будто он ходит на завод. У него есть свои деньги, 11 миллионов, он их получил и пошел на свою очередную смену. И так из месяца в месяц. А есть у кого-то подписные бонусы, есть у кого-то бонусы, которые прописаны в контракте, они совершенно по-другому считаются там при выкупе контракта, ну то есть там очень много своих нюансов. Заканчивая тему Эдмонтона, давай посмотрим на то, что пришел под Колзин, дает смехное интервью, и вот вопрос, он заменит хотя бы кого-то, Холлоуэль или Бробер, кого из них он может заменить? Коллоуэль, Броберк, защитник, пусть меняет Холлоуэль, четвертое, ну вот здесь, вот в этой ситуации это плюс, и для под Колзин, и для Оилерс в том числе, в том смысле, что парни, мы за миллион долларов получили игрока, который в принципе может сыграть в четвертом звене и картину не испортить, и вот это будет важным моментом. По скорости он сможет сохранить тот темп, потому что мы знаем, у российских хоккеистов есть проблема с катанием, понятно, не у всех, но мы берем игроков такого среднего уровня, и у них у всех есть эта проблема. Ты знаешь, он уже в принципе понял, что такое национальная хоккейная лига, вообще, что такое североамериканский хоккей, я думаю, с ним не должно возникнуть проблем. Потом он парень крепкий, я думаю, в четвертое звено вот прям это идеальный вариант, да и за такие небольшие деньги, я думаю, это абсолютно нормальный вариант. Но опять в Ванкувере не получилось, не у Кузьменко, а слушай, ну Ванкувер, давай вспомним, там и Коле Голдобин в свое время был, но это уже отдельный разговор. Это отдельный разговор. Коле Голдобин это отдельный разговор. Он очень особенный игрок. Согласен. Там тренер еще должен быть специфичный. Да нет, тут, ты знаешь, мне кажется, вот все эти вопросы к Коле Прохоркин, Коле Голдобин, не знаю, там еще другие игроки, в первую очередь они должны задать себе вопрос, а им надо это? А зачем им это надо? Но это уже, опять же, да, мы сегодня про это говорили, тема несколько другого разговора. Да. Ну что, выбирай, Вегас или Ванкувер? Да поехали, Вегас. Ну, конечно, самый, самый такой интересный, наверное, расклад. Что ждешь от команды? Во-первых, приход Самсонова это усиление или нет? Потому что есть ощущение, что Самсонов снова покажет не тот уровень, что вообще Самсонову, наверное, есть смысл задумывать что вернутся в КХЛ. Нет, мне кажется, как раз таки, знаешь, с одной стороны Вегас к тебе будут тоже предъявлять достаточно серьезные требования, да? Почему? Потому что Вегас команда, которая точно будет претендовать на Кубок Стэнли. Ну, по крайней мере, от западной конференции. У меня сейчас очень удивленное лицо, но... А почему нет? А почему нет? Ну, мне кажется, что проблема с вратарской линией. А что с вратарской линией? Эдин Хилл и Илья Самсонов? Ну, Самсонов насколько... Эдин Хилл сыграл на своем уровне и в этом сезоне. И не проблема Эдина Хилла, что команда вылетела. Тут вопросов больше к другим игрокам. Эдин Хилл отыграл, ну, практически, там и Логан Томпсон, да, Эдин Хилл достаточно долгое время был травмирован. Да и Логан Томпсон был травмирован. Но проблема была несколько в другом. Ну, хорошо, шоу маршесу, это потеря. Это потеря. Да, я согласен. Это огромная потеря. Это потеря. Но, с другой стороны, у тебя есть Джек Айкел, у тебя остался Марк Стоун. Ты знаешь, Вегас в какой-то степени сам себя наказал. За то читерство? Да, вот этот вот и Марка Стоуна в том числе. И даже сами игроки уже про это говорят. Слушайте, парни, ну, не бывает так. Ты весь год там всю регулярку лечишься от травмы, и вдруг, бац, первый день регулярного, первый день плей-офф, и ты выходишь, как будто ни в чем не бывало. Вот ты вышел, и все. Но не бывает так. С другой стороны, Брюс Кэссиди, это еще один козырь команды Вегас Golden Knights. Я имею в виду, главный тренер команды. Поэтому, а кто у них конкуренты? Ну, посмотри, Вегас-то, в принципе, ну, единственное, я говорю, вот этот плей-офф у них немножко так провальный получился. Нет, то, что в плей-офф они выйдут, тут все понятно. Там сетка будет сильная. Да, там и заруба будет сильная. И, тем не менее, шансы у Вегаса будут. По Самсонову, в какой степени он пришел в команду, где от него будут тоже много требовать. в плане того, что ему скажут, Илья, давай, ты должен не просто быть вратарем номер два, а в какой-то момент ты должен взять и выйти и вытащить эту игру. И от него этого будут требовать. Но, понимаешь, Торонто и Вегас, они все равно разные. Торонто — это история. Торонто — это Канада. Торонто — это болельщики. Торонто, Монреаль, там, я не знаю, Эдмонтон, тебе не дадут, тебя все знают, тебе просто так не дают пройти. Это очень сильно бьет. Это очень сильно на тебя влияет. И любая твоя неудача, она везде будет обсуждаться. Болельщиками, журналистами, да вообще всеми. Даже какие-то домохозяйки будут говорить, что Самсонов вчера вообще сыграл просто ужасно. Потому что хоккей в Канаде — это немножко другое. Это понятно. И про это, собственно, когда-то и Дон Черри говорил, что играть в Канаде и играть в США — это разные вещи. И сам Дон Черри, собственно говоря, в общем-то, делал так, чтобы хоккей стал доступен и домохозяйкам в том числе. Но тут еще вопрос, если по Вегасу говорить, у них второй центр — это Гертл. Но вот насколько это... Он должен выстрелить. Он должен. Ты прям веришь? Да. Да, я верю. У Вегаса, на мой взгляд, очень хороший состав. Они сейчас избавились от Алика Мартинеса, игрока, который уже достаточно возрастной. Тут главное, чтобы Вегас обошли вот эти травмы, которые их преследовали последние несколько. Давай вспомним. Мартинес долго лечился. Марк Стоун играет со своей этой спиной. Она у него никуда не делась, и она никуда не денется. И тем не менее, Вегас, на мой взгляд, это команда, которая вот здесь и сейчас в ближайшие годы 2-3, ну вот 100%, это один из фаворитов западной конференции. Нет, то, что фаворит и то, что команда Вейтплоу, в сомнении нет. Ты считаешь, что это финал конференции точно? Финал конференции запросто может быть. Почему бы и нет? Ну, тут очень многое будет зависеть от обстоятельств. На кого попадешь, какая будет, да, сетка, первый раунд с кем ты сыграешь. Это тоже очень важный момент. Потому что игра в первом раунде против Далласа, Далласа достаточно мотивированного, Даллас, который проиграл тому Вегасу и, в принципе, отчасти проиграл по делу, но мог и вытащить ту серию, для Далласа это была серия жизни и смерти. Давайте так, прям вот, это нельзя, наверное, так говорить, но это для них была прям-таки вот битва. Они вышли с желанием, что они должны Вегас наказать. Вот для них это было прям главное. Они это сделали. Посмотрим, но я думаю, что Вегас второй раунд. Финал Кубка Стэнли вряд ли, финал конференции. Финал конференции может быть. Почему нет, я считаю, что запросто. Ну, тут мнения слишком сильно разделились, но посмотрим. На то, ну, собственно говоря. Пишите в комментарии, верите ли вы в Вегас и посмотрим, что скажут наши подписчики. И подписывайтесь, конечно же, на наш телеграм-канал НХЛ Онлайн РУ, ВК, наша страничка, ну и, собственно, в Ютуб, где вы все это сейчас и смотрите. И все ссылки в описании к этому видео. Ну что, переходим к последней команде. Давай. Вот для меня... Последней в нашем списке, но далеко не последней в западной конференции. Ну, я здесь скажу так, что для меня есть ощущение, что Ванкувер это команда под регулярку. Сто процентов под плей-офф. Какие-то вечно проблемы. И вот насколько... Во-первых, это смотреть сложно, но это ладно. Одна проблема явная случилась. Знаешь, какая? Какая? Проблема Элиас Петерсон. Вот проблема Элиас Петерсон, который просто вывалился из состава именно на плей-офф. И последний, седьмой матч против Эдмонта Нойлерс, решающий, да, при счете в серии 3-3, Элиас Петерсон, вообще, который ничего не показал, по сути, он провалил плей-офф. И это для Ванкувера тоже стало проблемой. Я думаю, что Рик Токет, понятное дело, только сейчас так призадумался, а что он может сделать в этой ситуации? Да ничего. Ну, куда ты сейчас денешь Элиаса Петерсона? Тут вопрос еще по усилениям. По усилениям в том числе. Дебраск — это хорошее усиление. Дебраск вообще без проблем. Это просто, на мой взгляд, удача для Ванкувера приобретение игрока такого уровня. Он не тащит шайбу. Вот он тащит, вот он все делает. Но давай вспомним, а ведь в Бостоне по сути то же самое было. У него возникали периодически проблемы. Он выпадал из игры, он выпадал вообще из команды, из того, что он как-то, знаешь, я бы сказал, он выпадал из раздевалки. Но вполне возможно на то были причины. А причины какие? Причины то, что он считал, что он может и претендует на роль большую, чем это было в Бостоне. Вот сейчас в Ванкувере для него это очень важный момент. Мы поймем, насколько он хорош реально, потому что это первое-второе звено. И тут вопрос по Ванкуверу, наверное, самое основное, которое может остановить команду, это проблема с вратарской линией. Что будет с Демко? Еще Шилов травмировался, который играл просто шикарно. Он все такие вау, есть такой новый вратарь, он тащит, и как скандировали его фамилию, и все, и он тоже сломался. И непонятно, что с ними будет. Вот тут интересно, понимаешь, одно дело, когда ты, вот мы уже про Броберга сегодня так говорили, тебя закинули в вот это пекло, печку, да, топку под названием плей-офф, там Рубилова идет, и в принципе, да, он показал себя здорово. Вытащит ли он регулярку вот так же здорово? Вопрос. Пока мы не знаем. Нет, Шилов это бэкап. Но пока да. Пока да, но на этот сезон точно. Он не претендует на роль основного вратаря. Ну там сейчас демка есть. Вот вопрос, как демка будет играть с травмой. И будет ли? Да. Потому что мы возвращаемся к этой теме и говорим, что Тэтчер демка, врачи сказали, что вот настолько, да, если даже провести операцию, и операция уже проведена, и колено все равно не станет вот тем прежним коленом, какой у него было до травмы, а это значит, что врачи, собственно, ему сказали, тебе надо перестраиваться, и тебе надо играть вот именно с этим коленом. Да, ты должен это колено чувствовать, ты должен понимать, что оно будет где-то тебе чуточку там мешать, где-то давать сбой, но... Доставлять дискомфорт. Доставлять дискомфорт, но вот любая операция, она тебе уже не сделает лучше это колено. То есть насколько демка быстро и сможет ли он вообще перестроиться. Вот мы сейчас просто вспоминаем Рика Ди Пьетро, вратаря, который, в принципе, ну он там помимо колена у него, в общем, тоже было достаточно много проблем, но, собственно, мы сейчас вспоминаем все то, что происходит с некоторыми вратарями, которые получают достаточно серьезные травмы. Вернуться на тот уровень уже не получится и по сути на этом, ну для вратаря уж точно карьер-то заканчивается. А вопрос в том, сможет ли он еще психологически справиться с этой историей и играть на том уровне, да, хотя бы там вернуться на тот уровень, который у него есть или приблизиться к нему, но и психологически выходить на лед, понимая, что мы же не знаем точный характер, мы не знаем точный диагноз. Ну да. Мы же не можем сказать точно, но если психологически он сможет играть через боль, постоянные ощущения дискомфорта, насколько он сможет с этим быстро смириться и сможет ли вообще эта проблема. И тут вообще вопрос сейчас на самом деле стоит так, что вообще Демко продолжит играть или нет? Ну тогда у Ванкуера освободятся деньги, если Демко не сможет играть и они смогут найти себе другого вратаря, например, Джона Гибсона. Но Гибсон по уровню игры это Демко? Ну нет, конечно. Ну нет, конечно. С другой стороны, ну будем надеяться, что Артур Шилов все свои травмы преодолеет и, собственно говоря, он будет тем вратарем, который нужен Ванкуверу. Пожалуй, ну вот здесь я с тобой соглашусь, Ванкувер это, на мой взгляд, сейчас главная, самая проблема это вратарская линия. Да, это все. Потому что линия нападения, линия защиты выглядит достаточно хорошо. А вот идти в плей-офф без вратаря это проблема. Ну уход Задорова никак не скажется? Нет, не скажется. Вообще никак не скажется. Для них потеря такого габаритного жесткого агрессивного. Нет, абсолютно. Задоров проявил себя более-менее хорошо в плей-офф. Но найти такого, как Задоров в принципе можно. Если он не уедет куда-то в Россию. В Сибирь. Он же собирался там в Сибирь. Да, да. В общем, пожалуй, все. Пожалуй, все. Это был Тихоокеанский дивизион. На этом, скажем так, мы представление Тихоокеанского дивизиона заканчиваем. Вообще заканчиваем представление дивизиона. Впереди у нас с вами все самое интересное. Впереди у нас с вами регулярный чемпионат. Следующий хоккейный вечер выйдет уже непосредственно практически в день старта регулярки. И мы там с Сергеем Федотовым как раз, наверное, самые главные моменты, какие-то зацепим, что называется. Будет интересно сделать даже какие-то прогнозики. Я не говорю там что-то сильное. Я-то уже как бы свой прогноз главный сделал. Александр Овечкин 20 шайб, не больше, а то и меньше. То есть тотал меньше 20 шайб у Александра Овечкина в этом регулярном чемпионате. Хотя многие говорят, что он сейчас стартанет прям по-мощному. Он-то может как бы и стартанет, а вот стартанет ли Вашингтон. Но об этом мы уже поговорим в следующий раз. Владимир Дегтярев, Ярослав Дегтярев были вместе с вами. Всем пока и как всегда встретимся на хоккее. Пока. Пока.